Возвращение оккупированных территорий Значит ли эта статья, что левый фланг американского политического спектра идет в сторону отказа от помощи Украине? Да, здравствуйте, спасибо. Нет, не значит. Значит, что через шесть месяцев после того, как это стала появляться, вот такая информация, что у Зеленского проблемы с многими обещаниями. Первый раз это стало появилось в октябре, так громко, в октябре прошлого года, статья Саймона Шустера в Time Magazine. И там он об этом пишет, но тогда это еще не было мейнстрим пониманием или это не хотели мейнстрим понимать. Но теперь, когда уже в Конгрессе сидит помощь с сентября, то стало понятно, что честная и объективная ситуация должна быть описана для общего понимания. То есть прошло сколько с октября? Прошло шесть месяцев, да? Шесть месяцев прошло с октября, когда наконец-то, в общем, стали понимать, что ситуация у Зеленского довольно сложная. И писать об этом. Это не значит, что демократы отказываются, они не отказываются, они просто мало что могут сейчас сделать. Потому что сидит в Конгрессе помощь на 60 триллионов, сидит из-за республиканцев. И Байден, несмотря на все обещания, что если Путин, если сейчас не дать деньги Украине, то он пойдет на НАТО, что надо сказать, большая и довольно неэффективная пропаганда, то, в общем, поскольку все понимают, что это большая и неэффективная пропаганда, в общем, это пока не проходит. И в определенной степени не проходит еще и потому, что скоро выборы, как мы все знаем, президентские. И Красная Америка, что называется, так называемая Красная Америка, глубокая республиканская Америка, она вообще как бы к Украине относится не к Зеленскому и к этой помощи, вообще относится так, как будто это деньги тратят американские просто так, и совершенно непонятно зачем. И, в общем-то, поэтому и сидит эта помощь в Конгрессе, и неизвестно, хотя периодически обещается, что, может быть, она каким-то образом утвердится. В общем, пока шансов не так уж много. И, наконец, демократическая пресса, в общем, набрала сил, чтобы сказать, что ситуация трудная. И, в общем, я думаю, что это еще было сделано, эта статья вышла еще с той, с идеей, что нужно каким-то образом перегруппироваться, то есть искать план Б, которого еще Саймон Шустер в ноябре написал, в октябре написал, что плана Б у Зеленского нет и у Запада тоже нет. Ну, вот это получается, что вот этот план Б, он тоже ведь не прописан в этой статье, тоже там нет конкретного предложения, правильно? Да, статья заканчивается тем, что все плохо, но и все плохо. И это, кстати, интересно, потому что, когда я ее дочитала до конца, то есть это, конечно, задача, как вы знаете, лучше меня, задача прессы говорить о идее, как бы показывать public interest, то есть публичный интерес, интерес, но она выхода, конечно, никакого, то есть они как бы описывают ситуацию, но не предлагают вариантов, что, с другой стороны, в общем-то, и не задача Washington Post, задача Washington Post показать, что ситуация тяжелая, а дальше, я думаю, вот поэтому я и говорю, что, видимо, эта статья еще вышла с идеей, что надо искать план Б, то есть вот когда уже Washington Post это написала Энтони Блинкен, Джейк Сулливан, все эти люди, которые отвечают за украинскую политику в Белом доме, они должны ее прочитать и сказать, окей, что мы делаем дальше, то есть мы посылаем войска в Украину теперь уже точно, или, наоборот, мы не посылаем, или мы думаем, что, я не знаю, там нужно давать деньги на то, чтобы Украина оборонялась и так далее, то есть дальше нужно решать, есть ли и будет ли какой-то план Б, и, в общем, конечно, в этом смысле это задача прессы, интересно, что со статьи Шустера, Октябрьской, прошло шесть месяцев, чтобы все-таки начать об этом писать, что, в общем, ситуация пока зашла в определенный тупик, и Белому дому нужно думать. А вот про шесть месяцев вы заговорили, я сразу подумала про программу трамповского, Truth Media, они выпустили первую серию 12-серийной программы, будет, по-моему, по 15-20 минут выходить, два раза в месяц, кто такой Владимир Зеленский, и вот эти две серии в месяц, значит, как раз до октября 24-го года, почти до выборов они будут идти, и это получается, что трамписты тоже перешли в прямое нападение на Зеленского? Это вообще потрясающая программа, всем, кого интересует пропаганда, очень рекомендую. И действительно очень интересно время ее выхода как раз сейчас, потому что мы знаем, что Трамп, скорее всего, и уже точно, если его не осудят, кажется, его не осудят, будет кандидатом. Он собрал уже очень много голосов о всех этих primaries, которые прошли. И ему нужны, если никто не видел этот ролик, посмотрите, он интересный, потому что вы, Саша, наверняка знаете, там очень много религий, бесконечное количество религий, русского православия, и как Зеленский борется, и так далее, и так далее. Почему? Потому что Трамп, он обхаживает евангелистов, он обхаживает вот этих вот людей, которые как бы изначально, что Бог сейчас сегодня спустится, и все будет хорошо. Он обхаживает евангелистов, а поскольку православные... Ну, не даром он даже Библии продает. Абсолютно. Вот, вот, это все во время одновременно продавания Библии и всего остального, потому что Трамп продает кроссовки золотые, золотой туалет, золотые Библии и так далее. То есть они обхаживают евангелистов, и они, как бы их посыл, что вот Россия традиционная страна, эти все ценности, и туда-сюда, пятое-десятое, давайте Трамп, сколько он был женат, неоднократно, скажем так. И много было других афер, но это не имеет значения, потому что в политике это все вещь такая. Сегодня, да, завтра нет. То есть это все обхаживание вот какого-то этого страшно традиционного, традиционной части Америки. Кстати, поэтому и в определенной степени поэтому и сидит в Конгрессе помощь, потому что эти штаты, которые представлены республиканцами, они вот эти вот красные штаты, не коммунистические красные, традиционные, им неинтересна вот эта вся помощь, они не хотят, чтобы деньги американские уходили куда-то. И это как раз что называется Bible Belt в Америке, это библейский пояс. И для библейского пояса это очередной посыл. То есть мы вот как бы избиратели не хотят, ведь республиканцы не голосуют в Конгрессе, потому что их избиратели, это им все равно, им они не хотят. А теперь ему еще предлагают вопрос с религией. Это первая как бы первая аудитория. Ну не первая, я не знаю, одна из аудиторий. Другая аудитория антибайденовская. То есть вот вы видите, кого поддерживает Байден. Вы ни в коем случае, потому что так это совершенно невозможно, вот кого он поддерживает и для каких целей. Я думаю, я этого не знаю, но просто если анализировать уже этот первый ролик, можно предположить, что в каком-то из роликов из этих серий будет связь между Зеленским и Хантером Байденом. Потому что Хантер Байден употребляет наркотики, употреблял наркотики, употреблял. Хантер Байден использовал папу для каких-то там целей и так далее, и так далее. А вот видите, потому что в следующей серии кажется, кто такой Владимир Зеленский, кто такой шоумен и так далее, и так далее. Я предполагаю по формулам пропаганды, по правилам пропаганды, они должны связать еще и это, им будет это полезно, потому что Хантер Байден не любимец Красных Штатов. И третья, ну и там много, наверное, аудитории, а третья, еще помочь Трампу в этом. И помочь в том смысле, что когда, если, когда Трамп станет президентом, вот он-то и придет и разрешит эту проблему. Вот пока там Байден, вы видите это все, как это все не работает, а вот Трамп придет и разрешит эту проблему. Для этого им сейчас нужно показать историю Украины, когда великий Трамп на белом коне въедет, и на этом белом коне все моментально раскрутит и сделает хорошо. То есть я думаю, что вот именно как бы эти три главные посыла для truth social, чтобы, во-первых, помощь отложить до Трампа, а во-вторых, сделать Трампа победителем за 24 часа, как он обещал, все это закончится к всеобщему удовлетворению. Из Библии наперевес, видимо, он разрешит. Из Библии наперевес. Золотой, не просто Библия, а золотой. Только золотой. А если в Европу перенестись, кажется, что и в Европе тоже давление некоторое сейчас на Украину может усилиться, потому что президентом Словакии был избран лидер партии «Голос. Социальная демократия», противник помощи Украине. Укрепит ли это позицию против военной помощи в Словакии? Играет ли это важную роль? Ну, в какой-то степени да, но в какой-то степени нет. У них уже есть ФИЦО, премьер-министр, который точно так же не сторонник помощи Украины. То есть просто Словакия становится еще большим очевидным несторонником помощи Украины. Но пока вот таких активных несторонников только две страны. Это Венгрия и Словакия сейчас. Чем дольше это будет продолжаться, тем дольше, возможно, будут и какие-то другие варианты. Мы не можем уже теперь, так как все это развивается в Европе, мы не можем исключить, что Мария Лепен станет в какой-то момент лидером Франции. Я не знаю, я это не предсказываю. Я просто говорю, что она в последних выборах, как вы знаете, получила результат, никогда даже не предполагавшийся для такой правой партии. То есть это возможно. Тем более, что Эммануэль Макрон, он с французскими солдатами наперевес, он обещает, что как бы поднимая свою планку, что не совсем ясно, потому что, в общем, нет во Франции такого безумного желания идти на Украину. Идти, в смысле, идти на Россию в Украину. Защищать. Да, защищать Украину. Там я не могу себе представить, что французы откажутся от своего вина и кофе и пойдут туда. Но, тем не менее, у Макрона свои собственные идеи по этому поводу. Поэтому можно себе представить, что если Мария Лепен придет, то она скажет, нет, это так невозможно. Мы знаем, что у Олафа Шольца очень плохие показатели. То есть там тоже, там, правда, нет пока, то есть Германия поддерживает, и на всех уровнях она поддерживает Украину, но тоже это совершенно неизвестно, как это будет развиваться через еще какое-то время. Так что в Европе, конечно, есть разделение. И мы слышим от Ян Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. То есть они, вот это тоже интересно, потому что они, с одной стороны, как бы они обещали, что Путин завтра повалится, а он завтра не повалился, и теперь, значит, нужно каким-то образом говорить или одно, или другое. И когда они говорят все с двойным, как бы, что называется, both sides of your mouth, то есть с одной стороны рта, и с другой стороны, то есть с одной стороны поддерживаем, с другой стороны Украине, вот он только что сказал, мы можем себе представить ситуацию, если Украине придется отказаться от территории. Но уже вы не можете такое говорить, потому что если генеральный секретарь НАТО это говорит, то значит Украине, получается, что действительно придется отказаться от территории? Это еще то, что полгода назад, вы говорили, никогда не произойдет. То есть в этом смысле поддержка, конечно, есть и, в общем, довольно всеобщая, несмотря на Словакию и Венгрию. Но при этом, возвращаясь к статье Washington Post, как-то реальность тоже теперь уже, поскольку нереальность не сложилась, то реальность тоже нужно каким-то образом теперь, что называется, озвучивать. То есть нужно о ней говорить, как-то обсуждать и искать план Б, потому что плана Б ни у кого нет. Если говорить уже про реальность или нереальность того, что Таджикистан может каким-то образом, скажем так, противостоять Москве, потому что вот пресс-секретарь МИД Таджикистана недавно заявил, что слова Патрушева о вербовке Украины наемников в Душанбе не имеют под собой никаких оснований. Понятно, что Россия не очень любит признавать субъектность вообще никого, кроме себя и коллективного Запада, но действительно, может ли Душанбе как-то, что называется, уважать себя заставит, может быть? Может ли такое произойти и прийти к противостоянию с Москвой на этой почве? Может. Я не специалист по этим странам, поэтому я могу только спекулировать вот просто по общей политической ситуации. Ну, естественно, Россия ответила громким голосом. Сказала, что да, Украина, Запад, ну и одновременно привязала туда, естественно, Таджикистан, поскольку эти люди, как нам говорят, мы же тоже этого всего не знаем, как нам говорят из Таджикистана. Сразу ответила громкими акциями против мигрантов и так далее, и так далее. Но это тоже как бы разудись плечо, раз что-то там с рукой, я не помню какое-то выражение, что-то такое рука и разудись плечо. Это первая реакция всегда, она такая. А дальше начинается, что мы будем делать без мигрантов, без этого труда, что мы будем делать, когда, в общем, у России не так уж много сторонников и поклонников. Хотя я помню, вот ранняя информация была, что Рахман поговорил с Путиным, извинился, сказал, да-да-да, мы будем разбираться и так далее. Я думаю, что всё-таки России удастся это каким-то образом размотать. Другая проблема, что, может быть, от Таджикистана вообще начнутся проблемы не только с Россией, потому что Турция сейчас запретила визы, безвизовое путешествие. То есть у них теперь, как бы, теперь таджиков в любом случае, даже без России, всё-таки, возможно, будут проверять всюду, на всякий случай. Это так было после 11 сентября. В общем, ничего такого невероятного. То есть это невероятно, потому что любая страна борется с терроризмом часто террористическими способами, если можно так сказать, потому что после 11 сентября Америка тоже не выглядела великолепно, скажем так. Но это может просто быть на большем уровне. Поэтому у Таджикистана, возможно, тоже не будет, как сказать, у них тоже есть основания не разрываться и не портить отношения с Россией. Потому что если все другие начнут проверять Таджикистан и его отворачивать от мирового сообщества, как бы с этой формулой, что таджики вдруг станут, как когда-то афганцы, помните, после 11 сентября, вы не помните, после 11 сентября. Да, не, не помню, конечно. А вдруг они станут такими, как бы, нацией террористов. Это проблема. И поэтому, кстати, Таджикистан и вышел, и много раз, и даже, по-моему, Киргизия это сказала, что целую нацию нельзя обвинять в терроризме. Только что я думаю, что для сохранения отношений каких-то нормальных, каких-то дипломатических формул, приемлемых для всех, они в этом нуждаются все. То есть Таджикистан тоже не может себе позволить сказать, «Россия, ты такая, мы с тобой не общаемся», потому что, видите, Турция, а еще и таджики поедут в Европу, там тоже же это все начнется проверять, паспорта и так далее. То есть в этой ситуации как бы всем выгодно сохранять дипломатию. Насколько это будет, насколько страсти не перевесят, это вопрос. Но, в принципе, в общем, они нуждаются в диалоге, но и не в обмене оскорблениями и бряцаниями оружием. А вот еще последнее, что хотелось бы спросить на сегодня. Кажется, что и Израиль сейчас тоже не может себе позволить как-то исключить вообще давление международное на Израиль, собственно говоря, на себя. Потому что Jerusalem Post и Time of Israel написали, что Цахал отвел почти все военные подразделения из юга сектора Газа, там осталась только одна бригада. Связан ли этот вывод войск как раз с тем самым политическим давлением, наверное, в первую очередь со стороны США? Ну, возможно, потому что США после гибели этой организации, которая раздавала еду, людей, которые раздавали еду, очень много вышло статей, что вот сейчас вы заметили, потому что там показывали даже эти паспорта, там австралийский паспорт, я уже не помню, испанский паспорт, канадский, я не помню, национальности точно этих людей. И очень много вышло статей, что организации, где не было западных людей, погибло, я не помню сколько, больше 200 человек, людей, которые занимались благотворительностью вот этой помощью гуманитарной. Но поскольку они не были западными, то на них, на это вообще никто не обратил внимания. То есть когда западные люди погибают, тут сразу все начинают сходить с ума. А когда погибают не западные, ну, что делать? Какие-то там очередные страны. В общем, сейчас очень большой разговор по этому поводу развивается. И Джо Байден, как мы знаем, и нам это сказал Блинкен, или кто-то из них сказал, что вот Джо Байден точно дал понять не Таняху, что надо быть осторожным и так далее. И обещал даже, что, может быть, заберет военную помощь. Возможно, возможно, но я, честно говоря, не совсем уверена, что каким-то образом это повлияет на действия Нитаньяху в большом смысле, потому что они уже зашли тоже слишком далеко. То есть вдруг они сейчас прекратят войну, представить себе это очень трудно. Но с другой стороны, опять же, если мы просто анализируем и не предсказываем, то Египет заново начал разговоры о переговорах о том, что, может быть, будет прекращение огня. То есть начинается новый виток этих переговоров, который теперь, возможно, будет более успешным. И, как вы знаете, заседание по Палестине в ООН. То есть сейчас идет разговор о том, что Палестина получает, возможно, получает место в ООН, которое все время как бы над ним висело, и им никогда не давали. И вопрос в том, будет ли голосовать, потому что обычно Соединенные Штаты против этого голосовали раньше. Будут ли Соединенные Штаты голосовать против этого предложения в этот раз? И если будут, то какие будут последствия? Какие будут последствия? Но мы сейчас увидели то, чего мы с 1948 года, вот с образования Палестинского государства, мы не видели. Мы никогда не видели публичного разрыва, ну не разрыва, а критики и проблем между Соединенными Штатами и Израилем. Мы это видим сейчас. То есть это в этом смысле, это, конечно, начало какого-то, возможно, даже нового времени или новых отношений. О, спасибо большое. Продолжим следить и за этим, и за сериалом Truth Media про Зеленского. Я думаю, Нина, спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok